Спокойная жизнь жителей 4-го дома в 206-м квартале прекратилась год назад, когда на фасаде соседствующей с их домом телефонной станции установили 12 промышленных кондиционеров. Расстояние от дома до учреждения ТС-54 несколько метров. Страдают больше всего жильцы угловых квартир. Отдохнуть дома ночью и даже днем делятся соседи практически невозможно. А ведь утром всем на работу и в школу. Спать приходится в силиконовых берушах. Мы померили. У нас есть такая возможность. Неофициально, но с сертифицированным шумометром. Превышение составило в три раза. Мы написали письмо в прокуратуру. Подписались все жители нашего подъезда, потому что спать невозможно ни ночью, даже днем. Прокуратура очень быстро нам дала ответ. Отослала нас в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор с нами разговаривать не хочет, отсылает нас в ФМБА. ФМБА с нами разговаривать не хочет, отсылает нас СЭС. Начинается замкнутый круг. До прошлого года кондиционеры располагались на другой стороне здания. Однако на шум стали жаловаться жильцы других подъездов. Спустя несколько лет агрегаты перемонтировали в еще менее удачное место. Стандартный уровень шума за окном не должен превышать 30 дБ ночью и 40 днем. Громкие кондиционеры перебивают звук машин с автотрассы. Отключать технику нельзя даже ночью. Так как в специализированных зданиях находится много оборудования, которое необходимо охлаждать. Как быть в такой ситуации, рассказали в Роспотребнадзоре. Правда, общаться согласились только через диктофон. В данном случае мы выяснили, провели, когда к нам поступают обращения, мы, если не знаем, кто осуществляет деятельность. Мы выезжаем на место, смотрим, какой хозяйствующий субъект деятельности осуществляет. В данном случае это отдел связи АХК. То есть эту жалобу мы рассматривать не будем. Я ее переадресую по подведомственности. Межрегиональное управление номер 51 ФМБА России. Федеральное медико-биологическое агентство. Вообще подобные случаи Роспотребнадзор обязан рассматривать по согласованию с прокуратурой. Но только если здание в ведомстве отдела. В этом случае жалобу рассмотрят аж в Красноярском ФМБА. И, судя по всему, еще не скоро жители дома смогут засыпать спокойно. Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Редактор субтитров А.Семкин